Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Доля россиян, считающих, что рубль укрепится к доллару и евро, возросла с 11% до 24%. А полагающих, что рубль будет продолжать падать, наоборот, снизилась с 41% до 26%. Таковы результаты исследований, проведенных по заказу Центробанка. 21% респондентов считает, что российские власти сейчас делают достаточно для того, чтобы остановить рост курса доллара. Большинство же граждан полагает, что деятельность государственных и правительственных органов в данном случае недостаточно эффективна. Потребительские цены в России выросли на 4,8% с начала 2015 года. Годовая инфляция составляет 15,6%. Об этом говорится в отчете Росстата. Показатель годовой инфляции превышает план Минэкономразвития на 2015 год и ключевую ставку Центрального банка, сниженную в конце января до 15%. По данным Росстата, с 3 по 9 февраля 2015 года потребительские цены в России выросли на 0,6%. Всего за первые 9 дней февраля на 0,9%. С 3 по 9 февраля овощи в среднем подорожали на 1,5%. При этом морковь и лук сразу на 3,1%. Больше всего также выросли цены на рис 2,3%. На мороженую рыбу прибавили на 1,9%. И подсолнечное масло подорожало на 1,5%. Хорошо, что пока в цене не взлетели патроны. Белорусская туриндустрия в 2015 году хочет довести до 480 миллионов долларов экспорт профильных услуг. В январе-ноябре 2014 года белорусский турэкспорт достиг 236 миллионов долларов, прибавив 8,6% относительно того же периода годом ранее. Что касается генераторов турпотока, то первое место традиционно занимает Россия, которая обеспечивает до 70% белорусского въездного туризма. А что, вполне реально, я считаю. Особенно после того, как в Белоруссии оборудуют морские пляжи по последнему слову. Нет, ну пока-то моря нет, но им Джан Псаки обещала, так что скоро будет. А на сегодня это все. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова